Полякова, объясните мне, что это такое? У Дашки моментом подкосились коленки, лицо и шею залил горячий румянец. Это было так глупо ответить на все вопросы. Последнее остаться на экзамен, сдать тетрадь со всеми лекциями и забыть вынуть из нее глупую записку, в которой было написано «Дашка, знаешь, что у шершня левый глаз стеклянный?» «Ну кому какое дело, что у препода стеклянный глаз?» Записку сунула в тетрадь, чтобы шершень не решил, что шпора. А вот теперь он сверлит ее своими буравчиками сквозь вечные затемненные очки. Разве может стеклянный глаз смотреть так же выразительно, как настоящий? Да и поворачиваться протезы вроде бы тоже не умеют. Извините. Дашка прикидывала оставшиеся шансы получить заслуженную пятерку. «Борис Викторович, ну студенты же, народ такой любопытный!» «Вам любопытно?» Это было не утверждение даже, а настоящее обвинение. В пустом коридоре хлопнула дверь. Простучали по лестнице каблуки. Под дверью аудитории погасла полоска света. «Вечер глубокий на дворе. Наверное, кроме них и в корпусе-то никого нет. А он сейчас наверняка дополнительные задания даст. И уж лучше так, чем если отправить на пересдачу или поставить тройку, которую вообще не пересдашь. Шерст настанется. Вы должны понимать, что в некоторых случаях ваше неуместное любопытство может поставить вас в неприятную ситуацию», — продолжил Шершин. «Я понимаю». Шершин снял очки. Зажмурился. Помассировал щеки. Еще раз бросил хмурый взгляд на Дашку. И вдруг, раздвинув пальцами веки левого глаза, другой рукой этот самый глаз вытащил. Веки обвисли и ввалились внутрь. Между ними виднелось что-то темно-розовое, гладкое. Глаз лежал на пергаментной ладони преподавателя, уставившись куда-то, Дашке в грудь. Вокруг глазного яблока была тщательно прорисована сеточка сосудов. Но задняя поверхность глаза, белая и ровная, ясно указывала на его искусственное происхождение. Дашку замутило. «Зачем он так?» Решил студентке за записку отомстить старых рыч. «Левый стеклянный!» Довольно промурлыкал Шершень, положив свой протез на записку. Глаз покачивался, как неваляшка. Дашка старалась не смотреть на него, а в лицо преподавателя с дырой между век. И тут руки Шершня снова потянулись к лицу. «И правый стеклянный!» Она подняла взгляд, на ладони лежал второй глаз. И еще выше на нее смотрели два гладких темно-розовых провала с бахромой сморщенных век по краям. «В очень неприятную ситуацию ты попала, Полякова!»